доброго времени суток у микрофона ты не добро вы на канале быстрпк в этом видео мы разберем как работать с excel откроем условно говоря файл excel 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 это таблицы которых есть ячейки которые пронумированы начиная от а с одной стороны по алфавиту другой стороны по цифрам как мы видим таблица довольно огромная по количеству цифр и по количеству букв достаточно много чтобы этого хватило для того чтобы работать полноценно с таблицей что можно сделать используя таблицу можно продлевать автоматическим например дни недели мы написали первые дни недели и их можно продлить пишем понедельник и продлеваем он автоматически заполняет то что нам нужно также можно проделать и с датами ну а если допустим впишем цифру 2 и также попробуем продлить то он у нас просто повторить двойку вот что еще можно сделать в таблице можно считать пишем 2 умножить нам 5 но перед этим нужно поставить знак равно когда он начинает работать как калькулятор и подсчитывает вместо двойки можно поставить например переменную а допустим сделаем а равняется например двум также и вместо двойки уже добавляем ячейку ай 2 и теперь все будет точно так же считаться вот все теперь у нас вместо этого есть ячейка и если мы поменяем значение в ячейке значение также поменяется также сейчас покажу как создавать в общем ссылку на ячейку все очень просто можно убить вручную либо выбрать нужную ячейку наведя на нее мышкой таким образом можно подсчитывать суммы итоги и так далее открою другую таблицу не у меня больше таких вещей вот тут я уже читаю и сумму и не только сумму например вот тут у меня стоит формула где я м4 возложу в десятую степень плюс м5 седьмой степени все понятно так дальше у нас есть квадратное уравнение я тут попробую решить вот как мы видим вбиваем а b c вот d у меня считается используя вниз а все подставляем значение получается форму f5 это у нас вот тут у нас все сверху подсвечивается подсвечивается тут и подсвечивается вот наверху в формуле также он всегда пишет вот в этой вот в этом месте ячейку в какой ячейке мы сейчас находимся то есть не надо вот так вот постоянно смотреть на вот эти вот места иногда бывает просто это неудобно так вот тут вот я уже считаю сумму сумма это значит у нас сумма вот этого квадратика e19 e21 тут у меня сумма уже вот такого большого квадрата то есть он все вот это складывает получается 9 максимальное это максимальное число вот в этом квадратики самое максимальное это девятка счет ячеек в этом квадратики 6 ячеек можно пересчитать 1 2 3 4 5 6 минимальное число это минимальный тут однозначно единица сумма если d19 d21 вот этот в общем синий квадрат 4 то e19 не 21 порог квадратов что у нас тут получается он не нашел ни одной четверки опустим сюда мы впишем четверку так все значения поменялись и тут появилась четверка а вот тут появилась сумма 2 видите он взял вот эту двойку если мы ее сейчас поменяем на тройку тут будет тройка вот она сумма если вот тройка то есть если тут четверка то он пишет тройку давайте тут еще четверку поставим и вот как видим он сложил эти значения то есть 3 плюс 3 получилось 6 тут сумма если если т то есть если у нас в этой колонке т то он вот это все складывает у нас получили получится 4 1 плюс 3 4 4 сравнение значений здесь мы просто среднее значение высчитываем среднее значение получается получается e19 вот она ну и e27 и тут он высчитывает среднее у нас получилась среднее 2,3 если мы сюда поставим двойку то будет среднее значение 2 чтобы было более наглядно вот среднее значение 2 все действительно так счет если так тут у нас опять таки вот эта колоночка если 1 всего 1 раз встречается если 2 в данном случае t можно поставить то у нас 2t то есть это подсчитывает сколько чего счет если вот этим вот именно этот счет отличается от суммы то что он считает именно количество буквы и цифры а не а не вычисляет арифметические действия вот он у нас счет ячеек называется вот он тут посчитал что тут 6 ячеек также счет если счет если то же самое делает только он считает количество буквок либо цифрок а тоже встречаются вот тут тоже я нашел максимальное значение вот в этом квадрате как мы видим тут действительно девятка и больше ничего вот например вот это вот дробь 0.75 можно записать как три целых четыре десятых как это делается вот тип дробный выбираем можно взять тип числовой можно выбрать тип дробный также можно например если вы считаете какие-нибудь какой-нибудь денежные 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 таблицы будете сумму денег можно например взять и настроить тип общий а финансовый денежный вот в рублях теперь считать или финансовый тоже в рублях пусть будет общий как делать вот эти заливки все очень просто выделяем какую-нибудь область выбираем стиль здесь можно выбрать обычный стиль либо какой-нибудь цветной также можно просто взять и раскрасить вот тут есть раскраска все довольно просто работать с данной таблицей также тут есть поиск можно что-то найти можно выбрать шрифты также вот можно выбрать финансовые в чем считать в рублях в многие финансовые форматы так и также тут еще есть можно вставить диаграмму или график допустим выделяем вот эту вот область и делаем по ней график допустим вот такой тут можно написать название как мы видим график по вот этим вот рядам вот 1 2 3 4 5 больше 5 а вот 3 название графика допустим если мы поменяем значение будет тоже вот этот график меняться например все поменялось так же можно вырезать и так же если вы вдруг что-то случайно нажали то можно использовать клавишу что-нибудь 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 нажимаем что-нибудь все исчезает либо заново появляется так же можно использовать клавишу для удаления в общем на этом у меня все подписывайтесь на мой канал если узнали что-то новое так же поставьте лайк и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео спасибо за просмотр до встречи в следующих видео до встречи в следующих видео до встречи